Старушка, которая давала имена. Автор Синтия Райланд. Старушка, которая давала имена. Бетси и отправлялась на почту. Всякий раз она надеялась, что от кого-нибудь ей придет письмо. Но приходили только счета за свет и газ. Надо сказать, что писем старушка не получала по одной простой причине. Ей больше никто не писал. Дело в том, что она жила так долго, что на белом свете уже не осталось никого из ее дорогих друзей. Сами посудите. Мало хорошего в том, что ты одна одинешенька и некого тебе назвать по имени. Так что старушка стала давать имена своим вещам. Но имена она давала только тем вещам, которые, она знала точно, ее переживут. Ее машина Бетси всегда заводилась, что называется, с полоборота. На ее кресле Орландо не было ни единой вмятины. Ее старенькая кровать Роксана никогда в жизни ни разу не скрипнула. А ее дом Франклин, даром что стоял уже больше сотни лет, выглядел лет на двадцать. Старушка была совершенно уверена, что все делает правильно. И настроение у нее было прекрасно. Но однажды старушка вышла из дома, чтобы помыть свою Бетси, говоря ей, что Франклину не очень-то нравится, как он выглядит, когда возле него стоит машина с грязным бампером. И тут, возле своей калитки, старушка увидела лохматого коричневого щенка. Надо заметить, что своей калитке она не дала имени, потому что обе петли, на которых та держалась, изрядно заржавели. И старушка отдавала себе отчет в том, что калитка держится на честном слове. Щенок вилял хвостом. Складывалось такое впечатление, что он хочет есть. Некоторое время старушка стояла возле Бетси и смотрела на лохматого щенка. «Так-так-так», произнесла она в конце концов. После чего старушка пошла во Франклина, достала из холодильника кусок ветчины и вышла обратно во двор. Она дала ветчину голодному щенку и велела ему бежать домой. А еще она объяснила ему, что от Бетси щенкам не стоит ожидать ничего хорошего. Что Орландо ни за что не позволит щенкам сидеть на нем. Что на Роксане едва ли хватит места на двоих. И что, помимо всего прочего, Франклин не выносит собачьей шерсти. И щенок убежал. Однако на следующий день щенок прибежал снова. Старушка увидела его в окно, когда сидела в Орландо, читая книгу о вечнозеленых растениях. «Беги домой!» – крикнула она щенку. Увидев старушку, тот радостно завилял хвостом. «Беги домой!» – крикнула она снова. Но щенок не убегал и по-прежнему вилял хвостом. Старушка обратила внимание, что щенок явно голоден. И пошла к своему холодильнику. Она дала щенку кусок сыра и две печененки и велела ему бежать домой. И щенок убежал. Вечером, взбивая подушки на Роксане, старушка думала о щенке. Он такой славный. Хорошо было бы взять его к себе. Но это было совершенно невозможно. Ведь тогда ей придется дать щенку имя. Но он же не может жить так долго, как Франклин, Орландо, Бетси и Роксана. Ведь старушка могла потерять его, а она не хотела рисковать. Она больше не хотела терять своих друзей. «Придется всякий раз прогонять его», – подумала она. Вот так каждый день лохматый щенок появлялся у старушкиной калитки. Та кормила его и прогоняла. Щенок убегал, а на следующий день прибегал снова. Так продолжалось несколько месяцев, и в конце концов щенок перестал быть щенком. Он превратился в самого настоящего песика. Но имени у него так и не было. Даром, что тем временем у старушки появились новый туалетный столик Билл, новая садовая тачка Франсина, а также новая каменная свинка Бадди, которую старушка установила в своем саду. Но у песика, которого она ежедневно кормила у своей калитки, имени так и не было. Старушка совсем не беспокоилась о том, что может пережить этого песика без имени, и думала, какая же она умная. Однако вышло так, что в один прекрасный день лохматый песик не прибежал к дому старушки. Весь день напролет она сидела в Орландо и смотрела на калитку. Но песик так и не появился. Старушке стало грустно. Песик не появился и на следующий день. Старушка села в Бетсе и в поисках песика объездила весь городок. Но все напрасно. Ей стало совсем уж не по себе. Песик не появился и на следующий день старушка решила, что надо что-то делать и позвонила городскому ловцу бродячих собак. «Вы там часом не поймали такого лохматого песика?» спросила она. «Да у нас тут полным-полно лохматых песиков!» ответил тот. «А у вашего песика есть ошейник с его именем?» «Нет», произнесла старушка с горечью в голосе и положила трубку. Старушка села в Орландо и с грустью долго думала о лохматом песике, у которого нет ошейника с его именем. Где бы ни был теперь этот песик, никто никогда не узнает о том, что каждый день он прибегал к ее калитке, что она кормила его и отсылала прочь, и что так оно и должно было продолжаться. Но у этого песика не было никакого ошейника и не было никакого имени. И, господи ты, боже мой, никто об этом не позаботился! И старушка приняла решение. Она заперла Франклина и в Бетсе поехала к ловцу бродячих собак. «Я приехала за своим песиком», — сказала она ему. «А какого он цвета?» — спросил он. «Коричневый». «А сколько ему лет?» «Около года». «А как его зовут?» Старушка на мгновение задумалась. Она вспомнила своих дорогих друзей, у которых были имена и которых она потеряла. Вспоминая их улыбающиеся лица и их милые ее сердцу имена, она подумала о том, как счастлива она была вместе с ними. «Моего песика зовут Счастливчик», — ответила она. По большому двору, куда они пошли, туда и сюда бегали собаки. Черные собаки, белые собаки, коричневые собаки. Старушка долго высматривала своего песика и в конце концов увидела его возле ворот. Песик смотрел на стоявшую у въезда Бетсе. «Ко мне, Счастливчик!» — позвала старушка. И, узнав ее голос, песик подбежал к ней. С этого дня песик жил вместе со старушкой. И он всегда подбегал к ней, когда его звали по имени. И оказалось, что не для всех собак Бетсе такая уж страшная. И что Орландо вовсе не против того, что на нем сидит собака. И что Франклина не особенно беспокоит некоторое количество собачьей шерсти. И каждый вечер Роксана нисколько не задумывалась о том, что на ней не хватит места для счастливого лохматого песика и для старушки, которая дала ему имя. Субтитры создавал DimaTorzok